Буянов Борис Яковлевич, Герба Вера Алексеевна, Московский технический университет связи и информатики. Программные методы распознавания объектов на изображениях. Это 27 сентября. Второй листочек. Продолжение следует. 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 И уже с помощью определенного алгоритма эта модель тренируется, то есть вычисляются коэффициенты функционирования этой модели, она настраивается, обучается. Ну, скажем, что собой представляет обучающая последовательность для нейронной сети, которая распознает рукописные цифры. Это от 100 до 200 тысяч рукописных, написанных разными людьми цифр, которые обучают эту модель. В результате эта модель распознает рукописные цифры с вероятностью 9,99 и 9 в периоде, то есть практически 100%. Ну, немного из истории развития нейронных сетей. Вот, это картинка неглубокой нейронной сети. Это, ну, скажем, первоначальный этап исследования и понимания нейронных сетей. Она может решать определенные классы задач, такая сеть, но весьма ограничена. Поэтому была предложена модель глубокой нейронной сети. Она состоит из большого количества слоев. Каждый из слоев выполняет определенную функцию и определенным образом организована. Ну, первыми из слоев, которые были поняты, как их можно обучать и как использовать, это были слои сверточные и рекуррентные. Ну, в настоящее время сети представляют собой весьма-весьма сложные такие конструкции. Ну, вот, простая достаточная сеть, которая выделяет некоторую иерархию информативных признаков изображения. На первом уровне в изображении выделяются элементы, такие как контраст, угол, граница. На следующем этапе выделяются из, уже на базе элементов работы предыдущего уровня сети, и некоторые другие элементы. И в конце мы получаем вот трансформацию изображения, которая может быть использована для классификации изображения, которое посмотрело на вход в сети. Это вот изображение кошки, вот изображение лица человека, которая может быть впоследствии, она упознана уже и может быть использована для решения последующих задач. Наиболее популярной библиотекой программ, которая используется для обработки изображений, является библиотека OpenSea. Она была разработана с целью повышения вычислительной эффективности, с уклоном на приложение, которое функционирует в реальном масштабе времени. Ну, я не буду вдаваться в подробности программные, они вам не интересны. Ну, просто можем себе представить, что есть некоторый инструментарий, который достаточно подготовленный человек может использовать для решения задач по обработке и преобразованию изображения. Это вот структурно представлена библиотека, которая состоит из ядра, подсистемы обработки изображений и компьютерного зрения, подсистемы машинного обучения и подсистемы, которая реализует ввод-вывод и интерфейс с пользователем. Ну, традиционная структура. Но, начиная с версии 3.3, этой библиотеки, в нее был включен модуль для нейронных сетей глубокого обучения. Что для нас приятно. Этот модуль разрабатывается и сопровождается российским отделением компаний Интер. То есть, это продукт российский. И далее мне хотелось бы представить некоторые возможности этого продукта. Основная возможность заключается в том, что с его помощью нужно производить загрузку и запуск нейронных сетей. При этом модель нейронной сети может быть создана в любом из известных и широко используемых фреймвертов для нейронных сетей. Таких как карфи, тендофлоу или тач. Ну, я уже назвал два типа слоев нейронных сетей. На сегодняшний день их известно великое множество. ДНН на сегодняшний день, вот в редакции ОВМСВ3.3 поддерживает 30 слоев. Этого более чем достаточно для решения многих классов задач. По крупному, так живописуя, ДНН позволяет загрузить модель из сети или с диска, произвести производительную обработку входного изображения, далее пропустить это изображение через гневированную сеть и получить классификацию результата. Ну, здесь приведены основные на слайде функции. То есть, это загрузка, это загрузка параметров модели и далее запуск модели с помощью метода FOR. Перейдем непосредственно к задаче классификации ОВМСВ3. Здесь на слайде приведен фрагмент программы. Причем это большая часть программы, которая позволяет с использованием нейронной сети Google Ленет. Она уже натренирована на распознавание и классификацию порядка 10 тысяч образов модели. Мы ее можем загрузить в готовом виде и использовать далее для решения задачи. Как это работает? То есть, программа запускается, ей отдается обработку изображения. Вот, на данном слайде, это изображение бончей. Модель наша сеть распознала совершенно верно. И пять верхних результатов, которые приведены. Значит, это с вероятностью 0,81. Это бончая. И дальше идут ретривер и остальные модели. Основные породы собак, которым с разной вероятностью это изображение может быть отнесено. Светофор. Изображение однозначно было распознано как светофор с вероятностью единицы. Белоголовый орел с вероятностью 0,96. И там другие тоже распознаны как птица. И совершенно верно был распознан этот объект. И торговый автомат. Тоже с вероятностью 0,99. На следующем с вероятностью 0,2000 стоит банкомат. Выводы. Мы рассмотрели некоторые возможности в библиотеке OpenCV для классификации объектов с использованием новой функции, которая представлена в этой библиотеке, а именно нейронных сетей глубокого обучения. В общем-то так. Все. Спасибо. Вопросы к докладчику? Значит, ну, я могу уже после доклада немного продемонстрировать некоторые возможности нейронных сетей. Если это интересно, показать. Ну, давайте все-таки по порядку. Сначала вопросы. Вопросы к докладчику есть? Удал нет? Вам сложные можно задавать вопросы? Я сразу спрашиваю. Вы используете нейронные сети в кодировании объектов, например, видеокодирования на основе там старших приседов H205 для глубокого СССР кодирования внутреннего пространства? Или даже в дискуссии этого еще не подожди? Мы не занимаемся. Вот там как раз, распознавание образов, когда у вас кадр, вы его распознаете в первом слое, нескольким слоем, разбиваете его на микро-библиотеки, потом каждый из этих библиотек свои свои кодирует и собираете образы кто-то уже на флэринг. То есть вы так и еще покажете. Все? Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы исследовали или же где-то применяли эту систему распознавания вот с помощью этой библиотеки? Вот реально, где-то и применялось? В робототехнике применяется? В робототехнике применяется? Нет, я имел в виду, не вообще применяется. Понятно. Вот конкретно вы в своем исследовании вы просто как разобраться с возможностями библиотеки и системы? Или же вы решали какую-то конкретную задачу для потом реализации, ну где-то, в какой-то отрасли, в каком-то направлении? Вы имеете в виду нейронные сети? Я имею в виду, нет, ну не нейронные сети, конкретно вы... Нет, ну вы с помощью этой библиотеки, да, работаете? Где-то конкретно... Была задача где-то это применять? У вас, в ваших исследованиях? Ну у нас учебный процесс, я говорю, у нас, скажем... В реобразовательном процессе. Да. Робот-манипулятор. Вот там применяется. С тем, чтобы распознавать, скажем, цилиндрические объекты, призматические и так далее. Понятно. Если говорить про образовательный процесс, студенты как-то участвовали в подготовке, да? Ну я не знаю... Ну как сказать... В подготовке материала, наверное, у нас уже должен глава предстоит работать. Можно я скажу? Да. Вот у нас на кафедре есть разные системы, есть разные кабинеты. И вот в одном из кабинетов стоит, например, почтовая система, которая позволяет складывать посылки таким образом, чтобы, например, в контейнере, которым управляют их, не было лишнего места. Ну и более, максимально. Да. И вот для этого компьютера такие программки у нас были. Потом для квадрокоптеров, которые... А может сейчас, может сразу, вот контейнер, да, предположим? А контейнер это обучение в рамках какой дисциплины или в каком направлении? То есть это зачем делается? Система управления производством. Система управления. А вот так. А я вас перебил там, вы квадрокоптеры? Да. Квадрокоптеры. Ну, расскажи. Система управления производным квадрокоптером. Тоже закупленного квадрокоптера. Используется нейронная сеть. Судебы занимаются именно этим. И вот, Борис Яковлевич, как раз учится. И, так сказать, у нас была демонстрация, они открыли в спортивном зале, в большом. Мы запускали, а они при помощи программы... А когда у меня вопрос, если квадрокоптеры, для киносъемок, да? Часто сейчас используют квадрокоптеры. Соответственно, в любом случае, есть оператор, который не управляет. А система распознавания, она от чего? Чтобы безопасность обеспечить, чтобы не разбить... Ну, разные задачи могут решаться. Скажем, квадрокоптер в помещении, да? Он не должен касаться стен, потолка, пола и так далее. Ну, понятно, стоит оператор, он свинит. Без оператора. Без оператора... Зачем он маленький? Как муха. Правильно? Вот почему? Ну, нормально. Полет, скажем, по заданному маршруту. Вы задали маршрут в координате точек. Он должен облететь эти точки. На пути встречаются препятствия какие-то, а еще он должен их облететь и завершить маршрут. В режиме автоматическом, без оператора. Ну, понятно. Обратная связь во время вот этого распознавания, как происходит обучение на основе того, что он распознал, и как, ну, как бы, нейронная сеть, я просто сам, что занимаюсь с ними, она живет огромное количество нервов. И это время, вот это обучение. И все, вот, кстати, библиотеки, я, как бы, тоже работал, потому что мы уже на других продвещах, но могу сказать, что обратная сеть там очень тяжелая. А вот как квадрокоптере, он же в реальном масштабе времени передвигается, он же в конечном итоге разобьется, или у меня энергии не хватит. Используются алгоритмы SLAM. Это Simultaneous Localization and Mapping. То есть в реальном масштабе времени строится карта. SLAM бывает или монокулярный, или бинокулярный. Строится карта, строится карта опасных объектов, и в зависимости от этого уже строится маршрут квадрокоптера. Все в реальном масштабе. Он строится или до полета? На борту. Нет, в реальном масштабе. На борту он поднимается и... И сколько у вас в режиме? Может ли пять минут, две? Все зависит от типа аккумулятора. Ну, конечно. От емкости аккумулятора прежде всего. От вычислителя, который на борту и так далее. Просто сейчас, как бы, уже на этом мире уже запущена такая программа, как бесполозный аэротоксик. Это же тоже, как бы, ну, суть в том, и китайцы, и там, кто-то в Америке, где-то уже запустили. Первая проба, там, на пятиминутную. Я к тому, что всегда у нас возникает, так как бы, понятие полезной нагрузки. Что является полезной нагрузкой? Емкость аккумулятора? Или какая-то более хитрая штука, соответственно, которая будет ради чего-то, там, он сейчас снимает, обрабатывает, правильно? То есть, где вот эта граница? Или какой-то передающий канал, что-то это можно было снимать. Может, тоже? Мы специально с этим сталкивались, да? Пока я не знаю, ответ на этот вопрос. Если цель ставится снимать и передавать изображение, смысл использовать такого рода алгоритм, я не вижу. Нет, выйти в точку. Нет, почему? Выйти в точку, если он не управляет. Возможно. И плюс опять те же самые препятствия. Все равно эти задачи-то все равно сохранят. То есть, если вам нужно снять конкретный объект, его надо начать найти, а потом снять, например, дачу Путина. Выходите, а вам на дачу Путина нужно вот такое-то свое место. Вот, обойти три корзона слева, три корзона справа, прорваться там, снять электроэнергозащиту, снять спутниковое подтверждение и снять еще выбросы оттуда. Ну, я думаю, что спутниковое подтверждение вы там не снимете, потому что... Все снимается. Потому что там нет спутниковой навигации на даче. То есть, я к тому, ну, было бы, если вы делали. А то же самое, как бы, есть места, которые физический человек, ну, по опасности там. И нужно понять, что происходит там. Безусловно. Ну, и откуда растут ноги у такой постановки задачи, это высадка на Луну, на Марс. Там вообще... Ну, Бутя же сказал в последнем выборах конференции там. Он сказал, что мы не планируем к человеку только автоматом. Я не знаю. Вот автомат высадился на Марс, да? Как кому-то ориентироваться? GPS нет? Нет, тут вопрос пошли, наверное, такие вот почему. Ну, потому что мы хотели просто либо вы только в учебном процессе используем, в образовательном процессе, да? Это тогда все. Мы снимаем вопросы. А если же предполагается, что вы попытаетесь продвигать применение, чтобы... Декломные проекты должны включать в себя вот такое практическое участие. Студенты уже, магистры даже, это магистры занимаются, они ищут способы применения в разных организациях. Ага, понятно. И мы ведем их. Понятно. А тут еще вопросы есть, Кляр Павлович? Все, спасибо большое. Спасибо. Ну, там еще, не очень, пожалуйста. Да, из области, может, даже философии, скажем. То есть вы, вот когда продумываете всю вот эту, вот, пускать историю, вы ее лепите для того, чтобы сделать мозги роботу? Или для того, чтобы облечь некую жизнь человеку? Объясню. Есть некое изображение. Ну, скажем, там, наскальное ожерелье. Мы не врубаемся, что это такое. Если мы это фото, фото-то, мы, так сказать, я не знаю, что-то зарядим в эту вашу машину, она каким-то образом нам сможет помочь в... Почему? Вот что, что это? Опознать, что это? Вот у нее там очень много чего есть, да? Всего, всего, всего. Можно ли ее обучить тому, чтобы она... У него можно обучить чему угодно. Вот, скажем, я приведу примеры сейчас нейронных сетей, которые выполняют некоторые функции. Скажем, совершенно распознают речь человека по движению губ лучше, чем эксперты. Нейронные сети распознают человеческую речь лучше, чем человек. Нейронные сети ставят диагноз болезней Альцгеймера по фотографии задолго до того, как наступают уже симптомы болезни. И грандиозный проект компании Google они в течение уже нескольких лет тренируют... Я не понимаю, зачем она им нужна. Нейронную сеть, которая по фотографии, любой фотографии, может с высокой степенью вероятности сегодня сказать, в какой стране и в каком городе этой страны эта фотография сделана. Ну и буквально. есть ли адрес фото тоже выставляет в фотографии вам он находится. Если мы говорим о квадраконках, и мы говорим, что мы решаем задачу, чтобы он не столкнулся с препятствиями в процессе своего полета, то насколько необходима и оправдана система распознавания этих препятствий? А недостаточно ли просто фиксации, это произойдет гораздо быстрее, действительно, в реальном времени, наличие препятствий и автоматическое изменение траектории движения? Не можно распознать. А зачем? А если оно живое будет двигаться? Ну и что? А даже не живое будет двигаться. Ну зачем? Зачем его распознавать? В смысле, его не надо распознавать, надо понять, что это препятствие. Вам же не надо распознавать, что это дерево, столб или еще чего-то. Такого распознавания нет. А такое, ну это достаточно простое распознавание, да? На уровне изменения, разницы контрастов в словном, там, я резала, да? Ну да, и зачем тогда такая сложная обработка, которая требует большим ресурсом? Значит, вот то, о чем вы говорите, да? Харичная обработка изображений, выделение границ, характерных признаков и так далее. Это действительно ресурсоемный процесс. Поэтому от него отказались. И обрабатывают битмэк на борту, на всяком случае. То есть обрабатывают битмэк и по яркости выстраивают картинку и определяют опасные объекты, неопасные и так далее. То есть, тогда это не распознавание объекта, а фиксация наличия, ну да, значит, прикресса, фиксация наличия препятствий. Они достаточно простыми средствами решаются. Вы хотите показать рисунок? Это долго и сколько времени вы занимаетесь? Или у вас фильм? Ну, фильм. Сколько времени требует? Ну, мы его можем остановить в любой момент. Коллеги, запускаемся? Да. Смотрим. 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 Ну, вот вы там про Орла, то сказать, да, вот у вас фото там, что в точности определенный, там 99 процентов. Ну, это если он вот так снят, а если он снят, допустим, вверх ногами, как угодно. Он недоступен, меня не воспроизводится. К сожалению, фильм. Ну, в этом фильме показано функционирование, обработки видеопоток. При человеке идет с камерой по улице и происходит распознавание объектов, велосипеды, машины и так далее. В реальном масштабе. Время, это тема очень же в этой печи. И, потому что я занимаюсь с вами такими вещами и используете вы лазерное сканирование с точки зрения, как бы, каждый лазер, опять же, доплер, выдает вам, соответственно, подкладку местности. И потом на нее накладывались структуры, которые, как бы, по клоям, то есть для синтезирования объектов и выстраивания в этой сетке уже сложного полигона, с которым вы дальше работаете как. А потом, значит, что бы я не это засовывались. Существуют, ну, мы не занимаемся конкретно, но есть и лазерное сканирование, и РЛС сканирование, всегда используются в этой системе. Но на решение задачи, как я даркукера, с тем, чтобы на борт не вытаскивать лишнее оборудование, используется монокулярная связь. Минимум оборудования, которое позволяет решить эти задачи. Ну, а чем вы подсвечиваете? Ничем. Ну, монокулярно, оно жрет как бы цветовой поток. Откуда его возьмите? Вот, на цвет какой-то нормальный? Ну, нормальное освещение. Нет, потому что я как бы на ГОУПО делал на 4К, через эту систему, как только и раз в фазовании, и могу сказать, что там не хватает цвета, который трагически. Заканчиваем. Спасибо большое.